Этот праздник объединяет всех, кому близка наша страна, ее история и культура, ее великий народ. В День России граждане нашей страны устанавливают в своих квартирах и домах государственные флаги, посещают патриотические концерты. В нашем городе по доброй традиции отмечается этот замечательный праздник. 31 год назад, 12 июня 1990 года, была подписана Декларация о независимости России. И самый молодой государственный праздник широко отмечается по всей нашей необъятной стране. На театральной площади города собрались люди всех возрастов, но больше всех было, конечно, молодежи. Для них этот праздник особенно много значит. Самые достойные представители молодого поколения участвовали в церемонии подъема государственного флага. Всех собравшихся на площади поздравил с праздником и пожелал самого доброго глава Славянского района Роман Синеговский. Год от года наша страна идет вперед в своем развитии. Важные для россиян преобразования происходят во многих сферах и благоприятно отражаются на жизни людей в разных уголках страны, в том числе и в нашем районе. И примеров тому немало. Так, благодаря государственным программам и национальным проектам, недавно в районе открылся региональный сосудистый центр с самыми современными технологиями лечения. Построена новая школа и детские сады, несколько спортивных объектов от площадок до спорткомплексов. Благоустраиваются, приобретают все более современный облик город, станицы и хутора. Наша малая родина, Славянский район, это частица большой России. И мы с вами ценим заботу государства. Так же, как и все россияне, много трудимся, участвуем во всех преобразованиях. Затем в торжественной обстановке состоялось вручение главного документа гражданина Российской Федерации – паспорта юным славянцам. Ребята были, конечно, рады получить паспорт в такой праздник. Я очень рад, что получил паспорт в День России, в этот торжественный день. Я очень люблю свою Кубань и Россию. Я думаю, у меня в дальнейшем будет все хорошо. Славянские артисты исполнили для собравшихся свои песни. Государственный праздник стал прекрасным поводом, чтобы еще раз выразить любовь и уважение к своей стране. Я очень рада принять участие в этом празднике. Для меня День России – особенный праздник. Я родилась в этот день. Мне сегодня исполняется 17 лет. Я очень рада, что живу здесь. Я горжусь своей страной. Для меня великая честь жить здесь. Я проживу здесь долгую свою жизнь, потому что у меня здесь вся моя семья, все мои родственники и друзья. Уже второй год подряд я принимаю участие в данном мероприятии. Я очень горда тем, что я живу в России. Я люблю Россию. И Россия – это огромная страна, в которой есть невероятные возможности для самореализации. День России – один из моих самых любимых праздников, потому что Россия – самая красивая, самая большая и самая родная для меня страна. Я живу в городе Славянске-на-Кубани, который является частью самой большой, самой могучей в мире страны. Конкурс чецов «Свободный микрофон», который состоялся в молодежном парке, собрал юных чецов и поэтов, неравнодушных к патриотической тематике. Прекрасные стихи о родной стране лучших поэтов звучали со сцены и находили отклик в сердцах слушателей. Я себя не мыслю без России, без ее берез и тополей, без ее невыплаканной сини, без ее заснеженных полей. Без родной земли, где все мое, где легла мне на сердце впервые песня колыбельная ее. Сегодня я участвовала в конкурсе «Свободный микрофон». Для меня это очень важный день, потому что это день России в великой и могучей стране. Я прочитала стихотворение «Я себя не мыслю без России». Читали участники конкурса и стихи собственного сочинения, полные самых искренних чувств и переживаний. Я не первый раз принимаю участие в этом замечательном конкурсе. Я люблю свою страну и для меня честь выступать в такой особенный для нее день. Мне нравится посвящать свои стихи своей стране. Славянская молодежь гордится своей страной и своей малой родиной. И все эти ребята по зову сердца готовы быть в любых обстоятельствах вместе со своими земляками и соотечественниками. Готовы сделать так, чтобы наша страна стала еще краше и сильнее. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Игорь Ванчугов, программа «События». Игорь Ванчугов, программа «События».